Здравствуйте, уважаемые зрители живого телевидения! Сегодня эфир программы Booking веду я, Владимир Герцог, и я рад вам представить поэта Анатолия Кричевца. Анатолий Кричевец не только поэт, он еще и математик, философ, программист, психолог, композитор. Я ничего не забыл? Нет, ничего. Ничего не забыл. Вот, то есть как это когда-то вошло в моду выражения человек возрожденческого типа. Вот в эпоху возрождения, скажем, Леонардо был там и ученым, инженером, художником, только стихов не писал, зато их писал Микеланджело. Вот, как вот так получается, почему так получается. Да, кроме того, Анатолий Кричевец еще мой очень старинный друг, мы лет 30, как по минимуму, знакомый, поэтому мы будем общаться на «ты», так что не удивляйтесь. Вот, Анатолий, рассказывай. Как это получилось, трудно сказать. Это так получилось. Были, иногда были приняты какие-то решения, иногда обходилось случайностями, которые мне навязывали мою жизнь. Но вот после окончания Мехмата, я был вполне разумный математик, но после окончания Мехмата я попал на факультет психологии МГУ, и хотя пришел туда как бы на время, не сложилось у меня отношение там с другим институтом, но вот я там осел и начал вот разные другие деятельности. В какой-то момент всякое хобби перетекало в профессию. Вот, пожалуй, самая, пожалуй, главная такая особенность судьбы, что границ между хобби и профессиями, трудно довольно наблюдать границы. И влечение философией было до поры до времени увлечением, пока не превратилось в докторскую диссертацию. То же самое, психология была временным прибежищем, надо было где-то работать, пока реально не увлекла меня. И теперь я совершенно, мне кажется, навсегда уже связан с психологией, с факультетом психологии. Надеюсь, что меня оттуда не уволят. Ну так вот и обрастал. И жизнь в университете вообще-то благосклонно относится к таким композициям. Чем я и пользуюсь? Я, впрочем, вижу известные недостатки. Там смотрю на своих однокурсников-математиков, которые достигли блестящих успехов. Вот видно, что это математик. Он знает всю математику, допустим. Ну, вот такого не удается достичь, конечно, если сразу многими заниматься вещами. Но с другой стороны, если заниматься многими вещами, то вот не надо чередовать работу и отдых, а можно чередовать разные виды отдыха, которые оказываются работами. И получается жизнь довольно такая живая. Вот такое впечатление может быть, что из этих мозаичных таких кусков конструируется какая-то особая личная реальность. С этим можно? Так можно сказать? Ну, разумеется. Но я думаю, что и у каждого своя какая-то особая личная реальность. У кого-то там ходить в контору и возвращаться домой в эту реальность, да? Ну, а потом, может быть, он каллиграфическим почерком интересует, принесу его удовольствие. А вот как другие занятия, если влияют, как они влияют на стихи? Пожалуй, теснее всего влияние на стихи от философии. Потому что некоторые темы... Это довольно интересное дело выразить... Ну, для меня достаточно глубокую философскую мысль выразить не тяжелым слогом философской статьи, а вот как-то, чтобы она была таким более или менее легким поэтическим слогом. То есть, жанр твоих стихов, наверное, я уже когда-то говорил, наверное, можно определить как философская лирика, да? Я бы не сказал. Нет, вот именно я уходил от попыток прямого выражения философских мыслей, а скорее старался, чтобы они в каком-то другом виде жили. Ну, хорошо, мы к этому вернемся, поскольку философская лирика не обязана прямо выражать философские мысли. Но, может быть, пора почитать стихи. Хорошо. Вот у меня у многих разного времени стихи разных жанров довольно трудно было выбрать, с чего начать. Но вот я, пожалуй, начну с такого пейзажного произведения. Это такой северный пейзаж, северный летний пейзаж. Проточной водой до бела отмывала песок. Прозрачная рыбка клевала личинок на дне, Где белые блики и темные линии трав, Которые ветер воды извивает волной. Веселые тучки летели, летели туда, Где теплое солнце ныряло в зазубренный лес. Какие-то мысли расселись и пели в ветвях, В кудрявых деревьях черники и мягкого мха. Надеюсь, что истина выглядит именно так. И, думаю, стану когда-нибудь этим ручьем, Крестами стрекоз и приапами белых грибов, И рыбкой, что ищет личинок в холодном песке. Мои стихи, большинство, каким-то образом, Привязаны к сезонам, к временам года. Больше всего летних, но есть и зимние. Тут есть общее с японским жанром хайку, Там тоже обычно сезонное слово обязательно даже, В традиционном способе написания. Я просто не могу по-другому. Меня все время трогает то, что происходит в природе. Февральский свет, как будто страшный суд, Так холоден, безжалостен и ясен. Февральский ветер продувает сад, Кидается на ясенние вязы, Смеется над застежками пальто И тычет снег за пазуху подъезда. Ворона, повернув неосторожно, Сидеющую голову по ветру, Стоит неловко растопырев перья, Как будто ершик для мытья бутылок. Ты повернись, ворона, видит зябко Под перьями пупырчатую кожу. Когда стихает ветер, пару капель Роняет нос простуженной сосульки. Намек на недалекую весну. И снова вихрь вывинчивает снег, Светящиеся злые облачка Метут вперед, цепляясь за скамейки, И насыпают поперек дороги Стремительно летящие сугробы С изящно выгнутыми козырьками, Как строили во времена модерна. Февральский свет. Такая форма жизни. Кстати, такие козырьки мы только что видели. Да-да-да, напротив. Мы когда сюда шли, Мы обсуждали архитектурные особенности Окружающей действительности. Особенно тут поразительная вещь, Что уже становится невозможно Оригинальные творения От эклектических имитаций современных отличить. Еще одно летнее стихотворение. Небесный блюз роняет невзначай Небрежные упругие аккорды, Как будто вышивает по конве Прозрачных синкопированных ритмов. А глянцевая глотка фортепиано Подчеркивает комильфо пространство И времени изысканный пробег. Я верю, Гершин, верю. Смерти нет. А если есть, то только послезавтра. Нескоро и не больно Так приятно об этом погрустить Июньской ночью, Когда луна в озерных зеркалах И мышкара окружит над отражением, Как над утопленником фонарем. Почти печально напевает блюз О шелестенье шелка на коленях, О женственных движениях дождя, Не различая, было, есть и будет. А это ведь и впрямь одно и то же. И обрывается в аплодисментах, Которые звучат почти тревожно. Еще одно летнее такое, ну, основной образ Это пейзаж из окна вагона, скорее, Вот где-нибудь в районе между Ладожским и Онежским озером. По поверхности лета скользят мои легкие дни, В пол накала жара, в пол тумана веселый угар, Перелетное лето воркует, стрекочет, звенит, Горьковатая сладость, как ветреные женщины дар. А над синей рекой серебристая чайка орет, По реке пароход довоенные еще белизны, Там судьба повариха полпорции счастья нальет, Чтоб летела душа по просторам безумной страны. Знаю, время не то, только тех не бывает времен. Хорошо еще что, я из прошлого вышел как есть, Ты плыви пароход с пионерским флажком за кормой, Ты неси над рекой тонкой мачты пожизненный крест. Это вот еще тут один мотив мой жизненный выплывает. Я очень люблю загадки, такие ребусы в текстах, Не только в стихах, но и в статьях. Я считаю, что кое-какие вещи прямо не выразишь, И они не могут быть услышаны. И вот такая загадочность, Когда начинает что-то мерещится, Я надеюсь, у читателя, у слушателя что-то мерещится, Он пытается вспомнить откуда это. Мне кажется, что это соответствует вообще-то Человеческой жизненной позиции. То есть жизнь и повернута к нам Такой загадочной стороной, Которая и придает ей глубину определенную. Вот это стихотворение «Ребус» Посвящается четырем петербуржцам С автором этих строк. В нем, значит, в этом стихотворении Зашифрованы отсылки, цитаты Из четырех стихотворений. Нет, не только стихотворений. Из четырех произведений. Примерно середина мартабря Холодного, как руки бродобрея, Который сеет крупяную дрянь И лужами на солнце леденеет, И будто не торопится решить, Куда крутнуть светилые планеты, И то ли нас зимою оглушить, То ли утешит мимолетным летом. Какой-то неприветливый вокзал В тумане фонари, как репа в тесте. Я, кажется, отсюда уезжал, И все-таки опять на том же месте. И голоса с платформой говорят, И каждый звук сто раз вкрутился в ухо. Ты вечно покидаешь Ленинград, Но не уедешь дальше Петербурга. И что тебе гудзон и колыма, На прииске умрешь или бродвей, Не для тебя ни лето, ни зима, Ты в мартабре до смерти и за нею. Но, кажется, не завтра умирать, И ярый день, и солнце будто греет Примерно нацетого мартабря, Холодного, как руки бродобрея. Ну, мы не будем разбирать, да? Отгадки. Нет, отгадки не будем разбирать. Это не уважение к слушателям. Вот. Если они не могут их сходу угадать, Они могут посмотреть эти тексты в интернете, И сделать домашнее задание необязательно. Это же не экзамен. Можно потом на уровне комментариев изменяться. Тут вот я, как психолог тоже, Я использую сейчас один прием. Вот я знаю, что из длинных последовательностей стимулов Запоминаются несколько первых. Лучше всего запоминаются первые и последние. Вот поэтому я отложил самые свои любимые стихи. Теперь я их поделил на две половины. Вот, значит, первую я изложил, А вторую я приберегу к концу. Теперь я перейду... Ладно, а может быть, мне несколько слов Вот ты сказал такую вещь, Что нечто вот выражать прямо, Как-то неправильно и неинтересно, А если выразить как-то по-другому, То это вызывает к жизни какие-то слои, Которые, может быть, еще не проявлены, что ли, Это имеется в виду. Да, пожалуй, так. Вот, может быть, об этом мне нужно поговорить. Да, вот это вообще затрагивает тему, Куда, наоборот, мои занятия стихами, Как в остальную жизнь вкладывают, что и как. Значит, вот это примерно то, что Володя сказал сейчас. Как вот говорил мой друг и коллега, Федор Василюк, такой психолог, Он говорил, что пока переживание не переведено в слово, Его как будто бы, можно даже сказать, и нет. И в этом он видел смысл поэзии. Закреплять некоторые внутренние состояния, Которые, на самом деле, пока они не закреплены чем-то, А вот простой передачей текста, Они не закрепляются ни в коем случае. Поэтому... Просто им называнием. Или даже описанием там нечего описывать. В них... Дело в том, что их надо не описывать для того, Чтобы передать другому человеку, А давать средства погружения в них, Как бы перехватывания. На самом деле, оказывается, Что такие средства перехватывания Это не прерогатива поэзии и других видов искусства. Но по существу, например, Математическая статья Математическая статья Тоже своего рода средство Передачи некоторого математического переживания. Вот как математик, Я ручаюсь за это Профессиональной честью своей. Вот. Но Есть некоторые привычные способы передачи. Ну вот Проза, Повествование, Которое как бы передаёт... Ну, можно подумать, Что оно передаёт содержание, Которое в нём описано. Или математический текст Это формулы, Которые в нём, В этом тексте Появляются. А на самом деле Математический текст передаёт Понимание математики определённую. И тот, кто не понимает, А просто как-то усваивает Поверхность, например, Зазубривает, Он совершенно чужд Настоящей математике. И точно так же Проза передаёт что-то, Что передаёт война и мир. Вовсе не Историю определённую, А какое-то Отношение к жизни Такое цельное Автора. Так же и здесь. Но только вот Вы, может быть, Обратите внимание, Что у меня очень Небольшие Стихотворения. И я пытаюсь схватить Такие довольно Компактные Переживания Этими текстами. Вот. Разумеется, Эти переживания Ни в коем случае Не выражаются Прямо, А требуется, Чтобы они Каким-то образом Параллельно Возникали у читателя. Но для Володи Это не новость То, что я говорю, Потому что это Выражено даже У тебя В каких-то Таких Базовых Как это ты называешь? Креда, да? Ну, нет. Это Заголовок. Ну, кстати, Несколько статей Было там было. Ну, вот. И, значит, Я говорил, что Тут Затрагивается тема Что даёт Занятие Стихосложением Для остальной Моей жизни. То, что Это способ Как бы Себя Находить Строить для себя Опоры Для своих Переживаний Некоторые Выражения Которые В силу этого Становятся Ну, чуть ли не Возобновляемыми Я как бы могу понять О чём я Вот из какого Настроения Я писал Вот это Стихотворение Вот. А Кроме того Это Это Очень Немало Даёт Для моих Профессиональных Занятий Вот для написания Философских Статей Потому что Здесь Особенно Хорошо Чувствуется Как слово Уместно Или неуместно В определённом Контексте И в общем Если В стихотворении Неуместное слово Оно просто Вываливается Оттуда И это сразу видно То В статье Оно не вываливается Оно Просто Недоусиливает Недоделывает Выражение И опыт Работы Над Стихами Когда Надо долго Долго Ждать Когда Появится слово Которое Станет Настолько На место Что придаст Некоторую цельность Выражению Переходит В занятия В другие Письменные Занятия Даже В учебник По математике Который Я описал Несколько лет назад То же самое Вот это слово Но я не знаю Могу ли я гарантировать Что у читателя Возникают Так же Как со стихами Неясно Получает ли читатель То же самое Что мне хотелось Вложить в это Произведение Может быть читатель Должен быть просто Достаточно подготовлен Ой Володь Я бы не сказал А если он Подготовлен Даже Больше Чем Автор То что Ему легче Воспринять Я имею ввиду Не просто Сумму знаний Конечно Какой-то другой Слух Ну может быть Но вот Эта тема Кажется мне Очень трудная Да Ну да А здесь вот Опыт Работы Когда Ну гораздо яснее Гораздо рельефнее Это уместность слова Чем В научных текстах Много дает для того Чтобы не Вот В научном Или философском тексте Обращать внимание на то Что ты не Результат Описываешь Не информацию какую-то А адресуешь текст Читателю Который должен понять Что ты хочешь Сказать И тем самым Во-первых Из-за этого Необходимо Гораздо точнее Понимать Что ты хочешь сказать А во-вторых Надо вот Искать слова Которые Это понимание Выражает И В наиболее Яркой Форме Это конечно Работа Происходит Вот В работах Со стихами А вот Есть такая еще мысль Может быть Согласен ты или нет Что Занятие математикой Например Способствует Выкидыванию Лишних слов Потому что Для передачи результата Лишние слова Вообще говоря Совершенно не нужны Вот Своего рода Внутренний минимализм Согласен С одной С одним комментарием Добавкой Что же кстати Забавно Перекликается Вот эти темы В жизни Самым Причудливым Образом Переплетаются Значит Мой научный руководитель По математике Я защитил диссертацию По математике На Мехмате И у меня был Очень хороший руководитель Я ему очень благодарен Именно Вот за то Что он Меня научил Вот этому Вообще Это не обязательно А Руководитель Мой Носит фамилию Хелемский И он Сын Поэта Хелемского В нем Эта тема Возникла Тоже не совсем Независимо От поэзии Определенно Он заставлял меня Переписывать диссертацию Много раз Именно Чтобы Значит Она была Не загромождена И в то же время Чтобы все Неясные места Были Как Наилучшим образом Разъяснены Вот Поэтому Да, я Пожалуй Соглашусь с тобой Спасибо Может быть Еще почитаешь Да Да Вот Следующая Тема Проходит От тех Кто живет В каких-нибудь Химках Да Да В Колхозница С ружьем А Другой Это рабочий С отбойным молотком Я только Когда Когда Давно уже Переехал из этого дома В какой-то момент Обратил Внимание на то Что у колхозницы Ружье Странная Такая комбинация Но Дом чудовищный Конечно Но я его люблю Как место Где я Провел Ранние годы И вот Вокруг него В те времена Ходили трамваи Со всех сторон Он был окружен Трамвайными путями И из моего окна Все время В мое окно Все время Доносился Скрежет Эти звонки Трамвайные И в общем Трамвайная тема Для меня Выражает Ну вот Как-то Мое детство Накрепко Связано с трамваями Вот это тоже Маленькая загадка Старомосковская загадка Тоже Старые москвичи Легко отгадают О чем здесь О каком месте Москвы Здесь идет речь По бульвару На который Не взойти без Альпинштока Помидорным Бурым боком Вдоль зеленых тополей Лезет Бодрая старушка Анна с прицепным Вагоном Бабка с прицепным Младенцем Трубный голос Площадей Чавканье Подземной глины В глубине реки Зарытой Тополиный пух Старинный монастырь Среди ветвей Погружаются В долину В варево цветных Бульваров В зелень Летнего Угара Музыкальный Как орфей Я залез В стакан Граненной Задней Тормозной площадки Попираю мостик Шапки Над стремниной Путей И бегут Струятся Рельсы Пропадая Под асфальтом Зарастая Мелколесьем Навсегда Забытых дней Кстати, наши Технические возможности этой передачи К сожалению, не позволяют Использовать Музыкальный инструмент Под названием Гитара Потому что Вот это Стихотворение Толя поет Сочинено на свою Собственную музыку Как и ряд других Вот я К сожалению Не получилось Сегодня Сделать Такой Звукоряд Но очень Хотелось бы Чтобы когда-нибудь Такая возможность Появилась Да Ну вот Пусть это Не прозвучит Лестью Но я Володя Очень многим Обязан В моих занятиях Он очень Строгий критик Но очень Доброжелательный Учитель Вот Ну Я Говорю Ну Это на самом деле Так И вот Стихотворение Которое Посвящено Владимиру Герцку Угловатая Участь Моя И унылая Глупость Веков Выговариваются В слова Вытанцовываются В вальсок И звучит Над землей Звучит Хор Грядущих Живых Живых И мертвых Разухабистой Песни Хрип Грузный Топот На три четвертых Эти пляски Полный Атаз Воят скрипки Дыряя Душу Это хлипкие Не для вас Лишь один Это может Слушать Укротитель Усатых Коней Дирижер Урчащих Вулканов Поставщик Обманных Огней Режиссер Театра Теней Утешитель Пропащих Панов Он смеется И ждет гостей Чувствую себя Немного мраморно Ну Вот Я хочу сказать, что Такого по звуку стихотворения Больше не найдется Во всей этой толстой Стопке бумаг Потому что Это скорее Переложение Герцоговской Интонации Моими средствами Герцог Очень резкий Поэт А Я как раз Я человек Мягкий Об этом Мы тоже еще Поговорим Такое Межсезонное Начало Сихотворения О начале Весны Перепойную Зиму Развезло По осклизлым Дорогам Полупьяную Рожей Полоскало По талой Воде На Корявых Осинах Надрывались Седые Вороны Голосили Истошно По себе По зиме По судьбе Открывались Открывались Двери Из туманных Предутренних Юбок Голубая Девица Доставала Светила Свое Целовали Свирели Свинопасов Сусальные Губы И дремала Жарптица Нагрудимые Ярким Значком Седая Парка Добрая Старуха Сплетает Прихотливые Узоры Из Человечьей Всячины Убогой Небесного Безжалостного Света И сатанинских Ласковых Проделок Я без ума От тонкого Искусства И шорох Рока Слушая Вполуха На тёплом Пепле На трухе И ссоре В постели С девкой Евангелие Путаю с газетой Но парка Парка знает Своё дело Я без ума От тонкого Искусства Когда же Её Бестрепетные Руки Порвут живую Нитку На которой Моя душа Над тёмной Дорогой Мы с ней Улыбнёмся Будто Дети Придумавшие розыгрыш Умелый Я без ума От тонкого Искусства Вот Стихотворение По-своему Как бы Угловое Потому что Оно Пожалуй Писалось Быстрее всех Несмотря на Стандартный Объём Но оно Почти на одном Дыхании Дальше была Просто отделка И этого Никогда Больше не было Ни до Ни после Это Я проезжал На троллей Восьми Масовёловского Вокзала И вспомнил Как я ехал в город Углич с этого вокзала С нашим С Володей общим другом На Савёловском Вокзале Сволота Исквернословы Едем В русскую Глубинку Тракт Желудочно-железный Перистальтикой Вагонов Нас выводят В город Углич Где застойную Рекою Затопили колокольню По приказу Годунова От собачьего Затона Керосиновой С ракетой Режем Глянцевую Реку Кострома И пыльный Галич Что убит Электротоком Нет, не он Однофамилец Дали Угорских Топонимов Угрожающие Рыки Сыктывкар Вороньим Карком И ухта Сынтой В обнимку За которыми Печора На полярном Побережье Здесь нам жить И размножаться Заповедал Солженицын Глядя Льдистыми Глазами Где бы мы Не оказались Кто бы не Мостил дорогу Бог один Над головою Вот это стихотворение Переделано В начале девяностых А вообще оно Очень старое И посвящено Нашему другу Анатолию Прохорову Известному Физику И Теперь Художественному Ракоболителю Детского сериала Смешарики Да Он Сменил профессию Да Он Очень разносторонний Человек Но Достигает В каждой Отрасли Успехов Наверное Больших Чем Чем Я И вот Это Оно было написано Вот только отделка изменилась Это было написано в 86-ом году Весеннюю Весеннюю листвой На дереве клубиться Нырнуть в морскую Глубь Повиснуть В синеве И тихо Воду гнать Сквозь жаберные щели На цирковом кругу Плясать на голове Отшельником Проспать В затерянной пещере На мраморном Коне Ворваться На олимп Увидеть за чертой свой профиль На медали Один ненастный день К стене Ночной Приник А там за чернотой Неведомые Дали Это тоже стихотворение с посвящением Оно было написано После похорон Валерия Каннера Известного Физического Поэта Который Наиболее Знаменит И известен Всему Человечеству Своей песней А все кончается 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 Едва Качается Перроны Фонари Вот это Памяти Каннера Что кончалось Кончилось Что промчалось Нет его Провожали Облачком Дыма сигаретного На перроне Паперти Собирались Кучками Певчие Романтики Старшие Научные Кто Не верил Что перрон Качается Хлопнут Двери Поезд Отправляется До небесной Станции Райские Ворота Эй, провожающий Отойди от грова Мы вернемся куда-нибудь Где-нибудь Встретимся Здесь не получится Там В вышине Нас коснется Стрелой Золоченой Своею Стрелой Посвящение Бог Аполлон Подуоловой Арфы Небесные Ангелы Тонкие руки Над нами Сплетут И положат на плечи Беспечных Строителей Вечных Коровников Вечных Коровников Для Аполлоновых Вещих Коров Ну, может быть Пара разъяснений Вслед Канер Это певец Романтик Стройотрядов Которые В основном Занимались Строительством Коровников На Целине На Целине В Московской области Я тоже Участвовал В строительствах Коровников Не знаю Стоят ли они До сих пор Потому что Каменщики Я не слишком Разрушил Когда прогремит Полустанок По гулким колесам Вагона Своё барабанное Преста И длиннозмеиные Рельсы Застонут Завоют Застонут Под тяжестью Бешеной стали И чёрные дыры Деревьев И низколетящие Звёзды Помчатся Друг Друг На встречу Под виск Передавленных Стрелок Под Грозный Гудок Паровозный Как рёв Перезрелого Зверя Летит Огневая Победа Хромого Красавца Гефеста Над Гефеста Над Вечно Распластанной Гефеста Типа Переживания Оно Растёт Оно Растёт Само Начало Оно производиться Вот из Настроения Такого Железнодорожного Ну Как вот Грохочущего Да Мне хотелось Выразить его И Я в общем Думал что им И закончится Потом Оно Вдруг Так Смягчилось Я понял Что его невозможно В таком виде Довести до конца Мне Вполне Может быть Если бы я смог То Я бы приобрел бы что-то Что не сумел приобрести Но вот Как я не старался Его продолжить В этом Железном духе Не продолжалось Появилась Ироническая тема Прямое буквально Переложение Некоторых Философских Формул Вот Но и это Не удержалось И превратилось В общем Буквально В какой-то анекдот Про птичек И Считать ли это Удачей Или наоборот Неудачей творения Уж не знаю Но Мне кажется Что удача Безусловно Потому что Вот Отсутствие Припечатывания Это просто свойство Такое вот Твое человеческое Свойство И поэтическое свойство Я могу об этом Чуть-чуть-чуть сказать Да Вот один из На мой взгляд Предшественников Может быть не прямо твой Предшественник конечно Но этой линии В поэзии Это Боротынский Вот он О себе писал Знаменитое стихотворение Я его прочту Восемь строчек Мой дар В окружении В окружении его поэт Видимо первый До сих пор Ладно А вот я Причту отрывок Из стихотворения Анатолия Кричевца Отрывок Это куски Бесспорный Себя Вот Неприятие Попытки Вот такого прямого Учительства Возведение себя В авторитет Так сказать Вот давящее Окружающих Вот просто скромное И тушующе В каком-то Событие Даже изложение Своей позиции Без претензий Вот это Необыкновенно Симпатичная Лично мне Черта Вот Ну там еще можно сказать Но эта линия Конечно наиболее Знаменитой Личности Из этой Вот это философская лирика Называется Вот это тоже Да Вот Значит Кто у нас А прошу прощения Боротынский, Чучев, Ходосевич Ну Далее Вот из наших предков Потом Кричевец Вот Из них уже Скажем Боротынский, Чучев У них Они писали очень Сдержанно и серьезно А то У Ходосевич уже немало иронии Нескожелочной И Очень много иронии В нарастании Иронической линии У Анатолия Кричевца Вот это тоже Мне кажется Интересное Литературопедическое Заметание Спасибо Я полещён Да Ну Всё же Значит я должен Всё-таки сказать Что не совсем С тобой Согласен Потому что Ведь Я говорю Что эти Эти Стихотворения Не просто Выражение того Что есть А это Опора для того Что выстраивается Ну да И вот Мне Всё время Хотелось Выстроить Ещё у себя Как это Как у амёбы Это называется Ложноножка Или Забыл латинский термин Вот Вырастить Стихотворение С которым я Тем не менее Всегда Легко И с удовольствием Отождествляюсь По чёрному полю По ржавой Колючей щетине Какая-то птица Двуногая птица Без перьев Тяжёлые хлопья Ложатся На жухлые листья Протяжные крики И тени неведомых тварей То осень эпохи Закат Золотого эона Моя же дорога Лежит через поле И дальше Примерно то Что ты Да Вот Буквально Последних Месяцев Стихотворения Новогодние Снег музыкально Поскрипывает Под ногами Утро Безлюдные улицы Новый год Перемахнув Кордильеры И океаны Замыкает свой Нулевой виток У антиподов Ещё трещат Фейерверки В тёмных лагунах Морские звёзды горят А по Москве Позёмка Утренний ветер Наискось Пересекает Охотный ряд Улицу Пересекает И день январский Пересекает площадь Февраль И март Солнце Вербное воскресенье Пасху Сизые тучи Троица Гром И град Эхо ещё звучит Фейерверка плети Не долетели ещё До тела земли Хляби Осенний Пересекает ветер Гонит Позёмку По снегу Новые зимы И говорит Поздравляю вас С Новым годом С Новым годом С неуспеванием Даже глазом Моргнуть Всё же веселитесь В меру Пока вы молоды И не грустите Слишком Кончая путь Осенний день Прозрачная вода Ознобливая рябь колеблет небо и отражение редких облаков А для плывущих листьев это буря И тысячи погибших кораблей и кленовых лодок падают на дно Они смешно глядят из-под воды на братьев, что ещё висят на ветках, на нас с тобой и перелётных птиц Давай мы нырнём под слой воды Уляжемся, спокойно глядя в небо И будем, как обычно, всем довольны Ведь эта осень чересчур красива для тонкого и развитого вкуса Вот эти позолоченные листья, разбросанные будто бы небрежно По бархатно-остриженной траве Что до меня, так это слишком сладко А мы нырнём под зеркало воды Откуда будет видно только небо А небо безупречно, как всегда Вот тоже недавнее стихотворение Совершенно философское Вот это очень философское стихотворение Называется «К звёздам» Уф, это, по-моему, было такое стихотворение, да? Вот и у меня Едет поезд метро по червячной норе У него на груди три горячих звезды Расступается мгла, полуночная тьма Впереди машинист золочёный штурвал Доверяю тебе, впереди машинист Доверяю тебе, звездоглазая жизнь У меня на груди три горячих звезды У меня на плече прикоктился сапсан Скоро мы улетим из червячной норы Ты давай, машинист, налегай на штурвал Поворачивай ввысь, где всё небо в звездах Где поют соловьи на небесных кустах Такое немножко страшненькое Это ты? Не тревожься, пока что не я Это ветер звенит пересохшей листвой И уносит остатки растительных душ А тебе ничего, только дождик косой А теперь это ты, а теперь это я Но пока не к тебе, а к подруге твоей Ты ещё поброди по остывшей земле А подругу свою обними и укрой А теперь ты ко мне, а теперь я к тебе Но ведь ты научился небрежно терять Вот и нынче отдай, что почти не твоё Забирай, коль не врёшь, а меня больше нет Вот стихотворение, посвящённое моему другу и коллеге Борису Братусю Но можно было бы сказать несколько слов Я не знаю, сколько потребуется слов, чтобы передать контекст Это продукт наших долгих обсуждений Проблемы Ну, собственно, чем мы заняты Вот мы в это время писали отчёт по гранту Чем мы заняты? Вроде бы, с одной стороны, мы от души занимаемся вот этим содержанием, которое в этом гранте было затронуто ценностями в психологии А с другой стороны, пишем отчёт, это очень формальная вещь И даже какая-то такая, ну, это не ирония, это насмешка Вот пишешь и понимаешь, что этот текст смеётся над тобой Поэтому возникает вопрос, чем мы заняты И вот в этом стихотворении описана дорога от дома к месту работы Что и поясняет, чем мы заняты Тягучий рассвет проступает в морозном окне Сначала едва различим в отражениях света Ночных фонарей из просонья слезящихся окон Потом всё яснее и яснее за спин облаков И вот, наконец, на стене розоватые блики И можно попробовать встать в неприветливый день И в клетке грудной не заноет тоскливая птичка Попробовать встать Осторожно плеснуть на лицо холодной воды Просыпаясь включить телевизор Где гладкие девы танцуют красивую жизнь А мудрые мужи красиво толкуют о жизни Но всё это можно терпеть По дороге к метро мороз не настолько силён, как могло показаться И ветер не ищет провехи в застёжках пальто И снова протащит тебя через чёрный тоннель И вытолкнет наверх на площадь, где синие ели В кирпичные стены вцепился желтеющий снег И ржут толстозадые кони из кованой меди А дальше бензиновый чат и отчаянный рёв Смешной огорёв за оградой университета Где служба моя отбывает пожизненный срок Но можно терпеть Если смотришь немного вперёд Немного насквозь Если дышишь в естественном свете Покоя и воли Чуть-чуть равнодушной любви И знаю, что где-то зачтутся усилия твои Вот это зимнее, теперь опять летнее А потом будет опять зимнее, я смотрю Чередование, да? Нет, это тоже опять зимний-весенний переход Разлили малина конец июля По мосту через пересохшую реку Из последних сил ползёт электричка Человечьим голосом шепчет Жарко Пассажирки с выпученными глазами В лёгких платьях минимум-миниморум Еле терпят даже такую малость Потому что в окна ветер сахары Потому что время летит, как ветер И терпеть осталось, увы, недолго Иван-чай доцвёл до самых макушек Разлили малина конец июля Это конец зимы Так медленно, как может только снег Как может только снег в конце зимы Пока летит снежинка мимо окон Успеешь набросать стихотворенье Такой непритязательный этюд Где акварельно-мертвая натура Почти неотличима от живой Настолько медленно падение снега Настолько медленно его падение И так бесхитростен слепой полёт По головокружению пространства Что время застревает комом в горле Впивается иголкой в подреберье «Остановись!» Неслышными губами Кричит слепой, но поумневший Фауст Но полный герпрофессор Слишком поздно Темнеет Снег мешается с дождём С размаху мокро хлопает по шляпе И оставляя след на крепких ветках Готовых распуститься тополей Оканчивает жизнь самоубийством В глубоких лужах чёрного асфальта Можно вопрос ещё дополнительно Какие ещё поэты, ну так, прошлого естественно Вот влияли на это, на эти стихи Можешь сказать? Подумать и сказать В наибольшей степени, наверное, Мундельштам Ну и Ходосевич, которого ты Понятно Ну, спасибо А Кузьмин? Нет, вот не могу сказать У меня просто какие-то в одном стихотворении Какие-то интонации послышались Ну, всё бывает Ну, вот все стихотворения дальше Подряд идут сезонные Это летние опять Хорошо на просторе, где время гуляет без цели Где слепому счастливцу равно всякий ветер попутный Где заранее спасибо за добрую вашу заботу Ибо верю, что вы меня любите, братья и сестры Верю, верю, что вы меня любите, как же иначе Хорошо на просторе, когда полногрудая тучка Поднимаясь над лесом, плывёт по горячему небу Дождевой благодатью питая сердечных и кротких А богатых и злых, паучая увесистым градом Ин да мне доставалась сей малой небесной укарой Не за власть и богатство, увы, а за злобу пустую Хорошо, когда тучка сверкнёт, пророкочет и грохнет Задымятся холмы, запылают стога и амбары Не забудьте о страшном суде и грядущей расплате Не забуду, скажу, и надену галоши и шляпу Выну зонтик любимый, наверное, сто лет ему скоро И пойду по бульварам, где тёплые капли по лужам А слепому счастливцу равно всякий ветер попутнется Напомнило мне, прошу прощения, недавно читал В разных курьёзных новостях Один житель Китая принародно поклялся богом Что он не брал деньги у своего соседа Он солгал А через минуту его ударила молния Всё-таки есть что-то Да А иначе кое же наказание, если бы не выжил Он бы и не знал об этом Это оттепель Навеянный совершенно реальными событиями Каким-то трескучим морозом в январе Который вот внезапно Очень долго продолжался А потом вдруг отпустил В девятом круге дантовского ада Родился этот беспощадный холод О, Господи, грехи наши несчётны И кара никогда не чрезмерна Но в полночь ветер повернулся к югу Вдохнул теплом из областей эдемских И снял злоклятье с полумёртвых улиц И усвистал по направлению к марту Рассвет казался вздохом облегчения На камне сединой ложился иней И шелестела ледяная крошка Как будто манна сыпала с небес Это стихотворение про загадку сфинкса Если кто не знает Загадка сфинкса была такая Кто утром ходит на четырёх Днём на двух А вечером на трёх И отгадка человек Ну надо пояснить Утром он, понятно, ходит на четвереньках Днём, как нормальный человек, на двух ногах А вечером у с палочкой, с клюкой Вот известная загадка сфинкса В поле перейти совсем недолго По утру выходишь на тропинку Где хлопочет божья коровка В чёрно-красном лаковом мундире И весёлый ветер напевает Всё загадочнее Загадка сфинкса В середине дня походкой твёрдой С голубыми розами под мышкой Ищешь, где удача улыбнётся И весёлый ветер подгоняет Наконец, загадка из загадок Ты один спускаешься под горку Где луна и лодочные присты А весёлый ветер шепчет Браво! Вот и вся загадка Что за диво? Не забудь же пятачок за щёку И привет и всем, кого увидишь Это юбилейное стихотворение Посвящённое двухсотлетию Пушкина Это не похоже на счастье Счастье другого цвета У него длинные уши И хвост завитый колечком И удача совсем иная Удача такая птичка Свистит, воркует на ветке Светлые песни Грига Это больше похоже на ясный покой И волю У них такие же кудри И чёрные бакенбарды А может быть это просто вздох Усталого бога Творение моё творение Попробуйте сделать лучше Вот так же и я доволен своим Пупырчатым солнцем На голубой подкладке И что ты можешь прибавить Плыви, государыня рыбка Семь футов тебе подкилем Дворцы твои и корыто Равно не похожи на счастье Это посвящается Георгию Сверидову У него, наверное, наиболее известное произведение Это вальс из метели Для меня это какое-то очень Такое серьезное Серьезное произведение Несмотря на маленький объем Все время меня продолжает волновать Странный вальсок Тянется, вьется, мелодия Будто кружится Птица не очень счастливая С тонкой ушей Держит в руках Обнимает рябую судьбу Странный вальсок Будто бы нашей дорогой Идет невесомо Ангел горбатый и щуплый С улыбкой невинной Кустик серебряных перьев Растет на горбу Ангел мой, ангел, ну как же тебе удается Смотришь не видя и зная Умеешь забыть Крылья сверкают на солнце Мелодия вьется Птица смеется Тонкая шея дрожит Странный вальсок Это еще порция, да? Ну вот это, которое только если... Ну да, нет, значит Оно останется еще время Просто я хочу поговорить чуть-чуть еще Но жду пока Некоторые моменты Ладно, дальше Это стихотворение посвящается Ирине Добрушиной Не кричи лунатику, сорвется Я иду по краю табуретки Спотыкаюсь о кривые гвозди Подо мной усатая харибда С обоюдо острыми зубами Не кричи лунатику, разбудишь Если загляну матерой правде В злые зенки В раз окаменею Потому что звать ее харибда Потому что клацает зубами Не кричи лунатику безумный Потому что есть иная правда И глядящий лунными глазами Видит то, что глупая харибда Никогда не видит и не знает Хороша спокойная улыбка На краю последней табуретки Ну, ты хотел поговорить? Ну, хотел задать такой странный вопрос Разбиваешь некую философскую позицию Так сказать, да? Ну, не позиция Я знаю, это не статично Поэтому не позиция, я понимаю Неправильное слово На ходу трудно подобрать правильное Ну, что под этим углом зрения Можно сказать Именно под этим Ну, о поэзии, о стихотворчестве Были какие-то мысли на эту тему Именно с этих позиций? Мне кажется, я ведь уже сказал об этом Что язык не такая простая вещь На которой что-то выражают О языке, да Да, да И поэтому язык, как бы, ну, позволяет делать что-то И почти, или совсем не позволяет Или позволяет с большим трудом другие вещи И вот эта деятельность, она и есть деятельность в языке Который такими, собственно, не сочтите Я не себя имею в виду Но усилиями поэтов Язык продвигается И после этого на нём можно другое говорить Вот с Пушкиным же совсем понятно Такой переломный момент в языке Ну, и не только И там, хармсовский язык, в общем Ну, это уже слегка Все время подпрыгивает где-то вокруг нас Мы живём, живём И вдруг видим, что это то, что мы проживаем выразимо только буквально на хармсовском языке Вот, если бы не было хармса, то и языка такого бы не было В общем, языковая деятельность вещь очень серьёзная И, значит, наверное, лучше всего это понимал Хайдеггер Мартин Хайдеггер, наверное, самый крупный философ 20 века Он говорил «Язык – дом бытия» Имея в виду, что через язык бытие только и прорастаем Бытие – это не то, что мы такое, а то, что через нас продвигается И к чему мы можем только прислушиваться, причащаться, как бы содействовать или, наоборот, по-дурацки противиться И вот надо сказать, что у Хайдеггера есть стихи собственные Хотя и очень тяжеловесные такие немецкие стихи Но, безусловно, это не выражение философской мысли, а настоящая поэзия Он очень хорошо понимал язык, чувствовал вот эту его продуктивность И сами его тексты философские очень сугестивны Он очень хорошо владел этим языком внушения Понимая, что то, что он хочет сказать – это не сообщение о мире, как он устроен А некоторый призыв сделаться каким-то соответствующим запросам этого бытия мира Вот примерно Ну да И вот еще как бы смежная вещь В некоторых стихах у тебя звучат нотки, ну почти-почти религиозные, хотя и нет Вот об этом что-то можно сказать? Я не принадлежу к церкви, но, пожалуй, такой периферийный христианин Мне некоторые догматы очень трудно сказать «Да, я верю, что Христос на третий день воскрес в теле» Это трудно для меня в это поверить Хотя мир весь кругом пронизан чудесами разнообразными И это не из-за того, что я материалист и думаю, что ничего такого нет Но вот именно такой догмат плохо помещается Поверить, в принципе, можно, но почему именно в это, а не в что-нибудь другое? Потому что многое рассказывают Ну, примерно так И вот это Ницше, что ли, говорил о том, что если бы собаки, что ли, или кто придумывал, подумывали бы о Боге, то он бы появился в образе Вот кто? У Франца про котов, кажется Ну, или про котов Понятный мотив И здесь действительно, понимаете, с одной стороны мысль о том, что Бог личностен и Вот одна из ипостасий Троицы – это личность, которая может даже, к которой может причаститься человек Это мне кажется очень хорошо и для человека утешительно А с другой стороны, вот близость к человеку Мне как-то не всегда, когда пытаются резко провести границы между человеком и вороной Мне очень симпатичные птицы Мне всегда жалко немного, ну что вы, и вороны тоже Я вот любил наблюдать, жил на высоком этаже, на пятнадцатом этаже, и там очень много вороны интересного показывали Они очень любят играть в разные игры, и люди ироничные, жизнерадостные То есть птицы, да? Да, нет, ну птицы, люди, уже большой разницы нет И потом моя коллега, заведующая лабораторией зоопсихологии, Мешкова Наталья Николаевна Просто собирает информацию об играх ворон Ну чего только там не увидишь, вообще замечательно, есть фильмы о вороньих проделках Ну вот, например, расскажу такую проделку Две вороны издеваются над собакой Одна скачет перед ее носом, и собака так пытается ее прихватить А в это время вторая цепляет за хвост ворону Ведь им никакой пользы от этого нету Явно люди развлекаются Ну вот поэтому проводить границы трудно А если не проводить границы, то не очень понятно, как концепцию сформулировать В которую бы и вороны входили, и троица Извините за такую скандальную сближенную Ну ладно, это очень сложный и очень во многом зависит от личного выбора Так что, вряд ли можно Давай какие-то общие вещи Ну, продолжим немножко, да? Хорошо У нас осталось примерно 20 минут На остановке парк С усталого ума С запутанной судьбы Сойти ступеньку вниз На гравии песок На отражение туч На мокрую траву Под шелестенье крыш Оморосящий дождь Под огненных лучей На зойливый прищур С небесным двойником Занудой и шутом Неспешно взад-вперед В один и тот же миг Услышать от него Нельзя и может быть Всегда и ни за что И пустоту глотать До колик в животе Блаженное ничто А после подлететь Над Устинским мостом И мертвую петлю И много всяких штук Из тех, что никогда нигде не может быть Вот это, братцы, жизнь Вот стихотворение очень памятное Это 1994 год Разруха такая, помните Постперестроечная И я любил ходить по Никитской улице Вот из старого здания университета, где работаю По Никитской, а потом по бульвару И вот в 1994-м зрелище было вот примерно такое Усвистали отчалили годы веселых лет На лицо многоточие пауза шум дождя Или шорох мокрого снега о белый свет Шорох снега о белый свет на закате дня Мимо чахлых ясеней вдоль по улице где Остается в живых один упрямый фонарь Хорошо бы сейчас лежать на жарком песке И глядять, как чайки режут морскую даль Но билетик свой не выпуская из рук Выхожу на бульвар, пока не совсем чужой Ах, играя на вишневой флейте Красавец-глюк В переходе между Горьковской и Тверской Тут, может быть, опять излишества, конечно, разгадывать загадки Но Горьковская и Тверская – это одна станция Просто два названия ее Судьба то шепчет, то ревет в уши Пинком под дых подает знаки Я намекаю, говорит, слушай Предупреждаю, говорит, на-ка А Норд-Норд-Ост обрывает кроны Безумием давимся мы с Гамлетом Негоже мыслящим макароном Боятся праздничного обеда Это недавнее обращение к молодежи Если сегодня ты сможешь остановиться Вынь из ушей громыхала пустопорожнее Время течет медленно и таинственно Как настоящему времени и положено Вот настоящее время стекает с неба Хлопьями вольно летящего легкого снега И секунду, вытягиваясь в длину Склеиваются в одну долгую секунду-минуту-час Времененная ничтожная часть Превращается в безразмерную вечность Снег накрывает сауну спящие вещи И теперь, когда ты летишь стрелой Слышишь, время крадется рядом с тобой Тихим шагом, невидимое как стекло Так что вставляй в ухо свое гремело И принимайся за дело Время пошло Как прекрасно утро твое, Господи! Солнечный луч в туман опускает руки И вынимает рябину с красными гроздями И рассыпает грибы крепкие грузди В поздних лугах цветение разнотравное В зрелых садах смородина винограды А в середине яблони древо познания Вот оно, яблочко! Хочешь узнать всю правду? Страшную, злую или смешную правду О мимолетной жизни и долгой смерти Солнце летит к зениту, лето к закату Утро летит, вот-вот превратится в вечер Будто не слышит, в поле стрекочет трактор Будто смеется, холодно свищет ветер Это такое очень философское Даже, я бы сказал, науковедческое Обычный день, один из миллионов Пропевших, пролетевших, промелькнувших От сотворения ветхого Адама До нынешних безжалостных времен Шесть миллиардов жителей Земли Наездников в веселой карусели Которая выносит их из тени И снова погружают в темноту В свой час они встречают новый день Глядят в окно на лето в Антарктиде Глядят на зиму в средиземноворье На то, что кажет каждому судьба Три миллиарда поминают Бога И Бог их слышит, но не отвечает Два миллиарда молятся о хлебе И днесь его получат, но не все Над ними бесконечная пустыня Огромная, как будто бы в насмешку Над жалким шестифутовым росточком И небольшим техническим умом Но ведь у каждого предназначения Достоинство и творческая сила Не странно ли, когда шесть миллиардов Не глупо ли, песчинка в пустоте Довольно астрономы, я не верю В галактики, парсеки и плутоны Людей нельзя считать на миллиарды Бухгалтеры, оставьте вашу блажь В моем окне десятка два деревьев На ветках потешаются вороны Старик ведет безродную собачку Дитя лопаткой ковыряет снег Утро не принесло ни тепла, ни света Под каблуком стеклянно хрустели лужи Редкие листья кувыркались по ветру Пробирающему до костей и глубже Грустно желтеть и вянуть на мокрые ветки Падать и гнить под ногами осенней прелью Что это значит, спросишь, да нет ответа Но в безнадежности право есть своя прелесть Вот и вздохнешь с облегчением, когда увидишь Мягкие хлопья белят ржавое поле Или когда душа с воробьиной прытью Из ненужного тела спорхнет на волю Это лето едва началось, свернуло на осень Напустило туманы, мелкий дождик и морось Слишком теплые, чтобы горчить тебя и расстроить Но такие долгие, как не понять намека На садовых качелях как раз в середине лета Мы сидели обнявшись, не жарко, но с тонкой привычкой Как обычно легко болтали о том и об этом О простом и серьезном легко, как обычно В белом платье твоем а-ля гриз позапрошлого века Среди парковых статуй, где арфы, пегас и пушкин Ты смотрелась музой, парящей возле поэта Вдохновляя поэта полуоткрытой грудью Я кричал спасибо тебе и мудрому богу Не снимая рук с намагниченного колена А над нами птицы сговаривались к перелету Не дождавшись конца этого странного лета Ну вот я теперь перехожу к последней небольшой пачке любимых стихов Шестируки Шива танцует лето Третий глаз щурит доброй улыбкой В каждой левой руке цветок или овощ В каждой правой сладкое обещание Соловьи за ним свербят на деревьях И поля стонут, рожая травы А в реке плещет ночная рыба Хороши песни тому, кто слышит Шестируки Шива танцует бурю У него в руках громовой бубен У него в руках дождевые плети Шестируки Шива танцует ветер Обнимает треплет девушку Иву Она так красиво вздымает ветви А листва липнет к мокрому телу Нет цены Шива твоему танцу Нет конца сладкому наважденью Хороша, Боже, твоя отрава! Это стихотворение сентября 2001 года Я тогда был в Севастополе в командировке И вот пейзаж, который отдает тревогой Тогдашнего времени, а в наше время Получает еще более тревожное обрамление Ну, не дай бог Хотя, в общем, где-то уже да Под дощатым настилом О чем-то хлопочут волны Шевеляя отражением, как плавниками рыба Проплывает кораблик по гладкой спине залива Оставляя морщины на безупречной коже В полосе прибоя бутылки от кока-колы Кувыркаются вместе с обломками пенопласта Под водой хорошо различимы морские твари Так что можно, не отрываясь, смотреть часами Севастополь, море, артиллерийская бухта Воробьи собирают крошки прямо с тарелок Подплывает официантка в ничтожные юбки Пятьдесят борисфена гостю из гипербореи Человек в униформе, не торопясь, уносит Обстановку летних кафе, оголяя пристань Севастополь, артиллерийская бухта, осень И опять наступает время артиллеристов Это воспоминания о студенческих годах Вот о стройотрядах, о которых была речь в связи с кадром На охотском на просторе пароход звенит волною Я сижу на полубаке, жгу глаголами сердца Эти песенки простые про любовь и все такое Эти годы молодые через край и без конца Все горит и все незрело, может так, а может эдак На студенческой фуражке не написана судьба Комиссары и дантесы, коммерсанты и поэты На года еще попутны, да поры еще друзья Я гитару обнимаю, как счастливую находку Заливаюсь для подружек и для будущей жены А она едва не плачет, будто видит через годы Через годы, через броды, через сумерки страны Время ждет определений и шагов необратимых Я пляшу на полубаке, ощущая в животе Годы будущей заботы, здравомыслия, рутину Оттого мой голос звонче, а слова еще смешней Но спасибо и на этом Затемненье В кадре крупно Я седой и завершенный В окна тычется метель На стене венок из листьев Распустившейся капусты Но спасибо и на этом Жить не польку просвистеть Задумчивый апрель осенних листьев Туманные видения прохожих Из темноты всплывает переулок Как будто декорация в театре На первом плане банк, фонарь, аптека, решетка, бутафорские деревья А задник с электрической луною едва виднеется в кисейной дымке На авансцене шаркают подошвы Стучит клюка по камню тротуара Звенят ключи И каждый звук как будто Послание внимательному слуху От постановщика туманной сцены Ничей листок спускается на землю Ему навстречу тень из антимира Бесшумный взрыв секунду морщит лужу И в тот же миг взволнованная птица Срывается с карниза в темноту А дальше шорох, шелест, снова шорох Негромкий смех и голос ниоткуда Всего два слова Мне пора О да, и мне давно пора Покоя просят и сердце, и натруженная память Кривоколенный этот переулок с его кривооконными домами Решетка, бутафорские деревья, фонарь, аптека и гниющий лист Вот такое пейзажное стихотворение Но уже пейзаж как бы не конкретный, а снятый Как говорят философы Дымка, мягкое солнце, какой-то берег Тихое озеро или, пожалуй, море Сладкий запах сосны и цветущего вереска Вместе с горьким водорослей и соли Корни, гладко отбеленные прибоем Птицы с красным носом и в черном фраке Еле заметные волны мокрой губою Лежут ноги, как ласковые собаки И неважно, ждешь ли ты приговора Лодки рыбацкой или самой смерти Дымка, солнце, неважно какое море Сладкий запах сосны и цветущий вереск Ну вот тут в конце оказалось Одно из тоже недавних стихотворений с посвящением Анатолию Кричевцу Пароходу и трамваю Маленький такой кораблик Смесь мазута и железа Эдакий смешной кораблик С мачтой, флагом и трубой Называется кораблик Александр неизвестный Он и вправду совершенно неизвестный Кто такой Зыбь холодная тесница Новорожденные льдинки Намерзают на канатах Но плывет себе вперед Александр неизвестный Совершенно неизвестный Никому на целом свете Человек и пароход Может быть и я когда-то В белом платье из железа Вверх по Яузе проеду Музицируя гудком Парохода человеком Поплыву по тихой речке Мимо сталинской высотки Под Астаховским мостом Или может быть трамваем По Покровскому бульвару Мимо дома, мимо школы С переливчатым звонком Только имя не пишите На трамвае и пароходе Те в лицо меня узнают А другие ни при чем Вот еще такой вопрос Много написано за жизнь Диссертации, статьи Небольшие публикации Журнала Книга Когда мы можем рассчитывать Можем рассчитывать Поддержать книгу Или еще чего-нибудь Ну можно рассчитывать Вот я думаю, что можно рассчитывать Да И чтоб не было В виде приложения Риск с песнями Хорошо МП-3 Хорошо Это было бы, как мне кажется Совершенно замечательно Ну и еще коротко Вот мне Когда со мной передачу Юрий Проскоряков Он задал мне коварный вопрос Ну я вывернулся и ответил А я задам тебе, что ты можешь Чем ты можешь напутствовать Так сказать, молодое поколение начинающих Поэтов Дорогие поэты Живите своей жизнью И что получится, то получится Как бы слушайте Что вам шепчет Судьба Вот Вот так Ну что ж Я надеюсь, что исполнят твой завет Надеюсь Наверное, у нас время Истекает Спасибо Поэтому Большое спасибо Поэту Анатолию Курчевцу Большое спасибо Тем, кто нас слушал Спасибо большое Спасибо Да, хотел Хотел Хочел Хочел Субтитры Субтитры